григорий гайт он мне написал по украинским зачем вы защищаете русских все они я не я не буду читать но в общем смысл ясен все они плохие и защищать не нужно вот и это понимаете серьезная проблема значит необходимо консолидировать общество сознательно или подсознательно в украине происходит эта консолидация в том числе и вот ну такими позитивно пропагандистскими методами противостояния россии распространение информации о варварстве недопустимым совершенно преступным и это хорошо это правильно и мы должны возмущаться и должны возмущаться недостаточной активностью граждан за россии но друзья мои мы должны понимать что сопротивление все-таки оказывается сопротивление достаточно серьезно там и на уровне лидеров общества там шевчук земфира которые устраивают концерты которые протестуют но не только много разных там артистов художников деятелей культуры не буду всех перечитать их очень много ну и на уровне обычных людей понимаете это просто ну вот поток целый поток людей которые сегодня идут в тюрьму причем сроки там не слабенькие семь десять лет володи карамруза многие и я не уверен что мы быстро нам удастся избавиться от путина это значит что многие из них проведут за стенках годы вот и не ценить этого было бы неправильно и сегодняшние разговоры об отмене культуры вот это то что началось с исключения сергей лазницы из академии когда за то что он не поддержал идею не допуска российских фильмов российских режиссеров до фестиваля сейчас во франции серебряников ну антивоенный спектакль показывает все борются понимаете и вот не различать людей по признаку так сказать вот поддержки хотя бы по этому признаку поддержки украины но было бы неправильно это иногда это выглядит как расизм действительно давайте ну как то внимательнее к этому относиться люди жертвуют собой ради украины я понимаю что цена которые платят украины не соизмеримо с этими жертвами хотя во многих случаях это люди жертвуют жизнью и кстати говоря не все те кто обвиняют бездействие граждан россии сами делают достаточно для противостояния ну то есть лучше не будем обсуждать этот вопрос так что давайте ну как то различать бездействие или недостаточное с нашей точки зрения сопротивление и поддержку наших врагов поддержку путина это не одно и то же это Продолжение следует...